Привет! У меня сегодня паршивое настроение было, потому что вчера у меня состоялся неприятный разговор. Я практически не спала, и сегодня у меня рабочий день, то есть настроения нет. Так вот, хожу я себе такая бука, и, конечно, не хочу ни с кем разговаривать, но это невозможно. Невозможно не разговаривать с американцами. Иногда хочется просто помолчать, тем более с моим плохим английским. Ну вот, например, иду я в магазин, пришла, расплачиваюсь, и довольно сносно что-то там говорю кассиру. Кстати, здесь в магазинах не принято стоять ближе, чем на полметра друг к другу. Если ты начнешь лезть кому-то на голову, тебя просто охранники выведут. Так, я перехожу через дорогу. Ицекай. Да, вот еще один вариант. Они меня пропускают, улыбаются, машут руками, как будто бы я давно их знаю, и как будто бы они мои родственники. Вот. И вот этой кассирщи, вот ей нечего делать. У нее, не знаю, там тысяча покупателей каждый день. И ей же не лень со мной разговаривать. Она меня спросила, из какой страны, видимо, услышала мой плохой английский. Она просмотрела все мои купоны. Следующий момент, я села в библиотеке перекурить. Пока я сидела, подошла женщина с собачкой и попросила меня посмотреть за собачкой одну минутку. Она ее привязала к столбу и побежала в библиотеку. Библиотека, я уже рассказывала или еще расскажу, что это не только место для чтения. Это, в общем-то, очень публичное заведение, где люди просто отдыхают, общаются. Или играют в игры на компьютерах. Так вот, я посмотрела за собачкой ровно две минуты, вышла женщина и стала предлагать мне пирожные. И мне очень хотелось сказать, ну, отцепись, ну, не ем я сладкого, я и так толстая. Но она предлагала и предлагала мне свои пирожные. Это только за то, что я две минутки посмотрела за ее собачкой. Потом мне пришлось на плохом английском мне объяснить, что сахар я не ем. И очень люблю собак, и мне не стоило этого какого-то труда. Следующий момент. Афроамериканец. Продает газеты. Около него играет джаз. Я прохожу мимо. И вот думаю, вот скажет он мне что-нибудь или нет. Да. Он знал, что я у него газеты не буду покупать. Но он поздоровался, сказал мне что-то такое ласковое, интересное, с улыбкой на губах. И я пошла дальше. Вот. Еще отдельно хочу сказать об американской моде. В тренде широкие кофты-балахоны. Можно увидеть, например, мужчину или женщину в шортах, сверху балахон и на ногах кроссовки. Женщину в бигурях в магазине я уже видела. Какой вывод? Вот я тоже учусь улыбаться, я учусь общаться. И, наверное, я буду казаться очень странной, если я не буду им в ответ отвечать что-то. Улыбаться, кивать и пытаться что-то заговорить. Да, и, кстати, у нас сегодня очень тепло. У нас весна. Может быть, даже уже лето. У нас плюс 20. Очень много я увидела людей с собачками, людей в такой спортивной, легкой одежде. Людей, которые просто греются на солнышке, на своем крылечке. Вот, я иду улицы Вашингтона к своим ученикам. Полчаса езды. И я окажусь около Белого дома. Здесь такие дома. Америка одноэтажная. Даунтауны только в центре. Там, где есть музеи, там, где есть высокие дома. И то это не во всех городах. Вот такая уютная одноэтажная Америка. Уже поют птицы. Скоро появится зелень. И очень-очень голубое небо. Ну, что сказать. Улыбайтесь почаще. Может быть, кому-то это спасет жизнь и выведет из глубокой депрессии. Может быть, просто вам кто-то улыбнется. Может быть, у вас появится новый друг. Может быть, просто вы забудете о своих проблемах на какое-то время. В общем-то, от этого всего становится очень уютно. Я вот просыпаюсь, думаю, ой, я тут совсем одна. Знаете, как совсем один. Ой, я не знаю этого языка. Ой, меня тут все раздражает. В общем, страшные ой. Ну, еще, конечно, параллельно придумываешь себе болячки. Там болит, там болит. Это отмазка, чтобы ничего не делать. Ой, я не выспалась. Ой, у меня там, ну, не знаю, сплошные ой. Ну, а сейчас все по-другому. Я радуюсь жизни, я радуюсь солнышку. Все хорошо. Вот такие вот улицы Вашингтона. Никогда не скажешь, что это столица США. Двухэтажные домики, деревянные. В общем-то, ничем не примечательные. Но, тем не менее, это одна из улиц величайшей страны. Тем не менее, меня предупредили уже, что не весь Вашингтон такой доброжелательный и мирный. Есть такие районы, куда лучше не заходить и не заезжать. Там пропадают люди. Там очень большая преступность. Сейчас я иду по улице, в общем-то, благополучного района. Гуляют люди, собачки. И вот белка. И она такая наглая, что даже не убегает. Никуда от них не деться. Это жительница Вашингтона. Столица величайшего государства. Интересно, у нее есть прописка? Здесь на улице довольно-таки много машин. На каждом парковочном месте стоит автомат. То есть, стоянка здесь не бесплатная. Сейчас я подойду, посмотрю, сколько стоит здесь стоянка машины. Вот, стоянка 1 доллар. А вообще, парковка в самом Вашингтоне, имеется в виду центральная часть города, очень дорогая. Поэтому многие люди стараются походиться без машин, ездят на общественном транспорте. Это полиция. Поехали. Полиция здесь ездит постоянно. Они делают круги по городу. Я нахожусь, в общем-то, в благополучном районе. Здесь недешевые квартиры. Это полчаса езды до центральной части города. Я снимаю видео об Америке и рассказываю о том, что меня удивляет и о том, что я увидела у себя в стране. Я из Украины, меня зовут Светлана. Вот сейчас впереди меня идет женщина с собакой поводырем. Женщина плохо видит, но, по-моему, очень комфортно себя чувствует. На шлейке у собаки была специальная ручка. Такие собаки здесь проходят тщательную подготовку. Я читала о них. Я очень люблю собак. Мне всегда было интересно, что значит собака поводырь и насколько она умна. Ну вот я и увидела. Собака вела себя очень спокойно и не дергалась из стороны в сторону. То есть эти собаки специально обучиваются и выдаются вот таким вот людям, которые нуждаются в собачьем внимании. Еще одна особенность города – это вот… Нет, не мусор. Кстати, слава богу, здесь везде есть мусорные ежики. А вот эти вот бесплатные газеты. Я чуть не попала под машину. Опять мне поулыбались, и все было улажено. Спасибо. 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 Спасибо.